Время 10 час, я на участке. Всем привет, мои хорошие. Ну вот, дядя Серёжа мне вот сравнял эту кучу, наконец-то. Приехал, сделал трактор с сыном, начал делать, а у него опять отвалилось. Они опять поехали, говорит. Ты подождёшь? Можешь? Я говорю, конечно могу, буду ждать. Поехали домой, сварили, приехали опять. Вообще классно выровнял, мне нравится. И вот здесь вот у меня были прям эти. Ходить невозможно, и даже вот косить потом, да, всё это, ничего не видно. Ну вот теперь я думаю, вот эти приедут у меня устанавливать столб-то вот сюда. Метр от забора они будут устанавливать. Они мне тут не нароют? Чё-то я вот не подумавши-то. Прям хорошо выровнял, классно. Мне нравится. Вот, и заезд он мне сделал. Хороший. С огурчиками так ничего не сделала. Машину помыла, колодец помыла. Плюхалась там в воде, пока ждала их. Ничего не делала, отдыхала. Вот, я ему сказала, здесь сильно ничего не делай, потому что я всё равно буду искать другой трактор, ну, который может вот срезать, да, вот эту гору и перетащить эту землю сюда, в эту яму. Поэтому, говорю, сильно здесь не это, ничего мне не делай. Вот. Сейчас я вам знаю. Господи, пока дойдёшь от одного конца до другого-то, полжизни пройдёт. Вот, видите, он мне тут разровнял въезд. Теперь, как у человека, въезд прямо у меня будет. А то там были такие то яма, то канава, что я на своей джипике никак не проеду. Вот. У нас дорогу стали делать. Видите, щебёнка лежит. Вот. Ну, вот так вот вам показала маленечко. Вот это вот бугора меня прям напрягает. Всё, поехала домой. Ласточка моя чистая, помыла. И чё мне было делать-то? На своём участке имею полное право. У меня не дача. Вот. И снова здравствуйте. Это я. Дочь тут покушать приготовила. Голодный, как волк я. Салатик. Макарошки. Соус. Блин, соус, чтобы порезать. Не хочется ждать. Купил мясо, оставил в магазине в морозильнике. Говорю, не буду брать с собой. Чуть-чуть. Шашлык хочу. Угу. В общем, дядя Сережа сказал, как купишь кольца. Заедешь или позвонишь. У меня теперь есть его номер телефона. Всё сделаем. Сынок его поможет там подкопать. Подровнять. Правильно поставить. Все два дня помогал ему трактором. Молодец, сынулька. Девочки, голодная. Во сколько я? В пять часов ушла из дома. Пошла в гараж с самком. Ну, мог надо до ума доводить. Этот соус доча сделала с чесночком, с лучком. Зеленушечкой вкусная. Вот. Вот. надо есть хлебом то без хлеба пустота какая-то вот вы мне пишите люба смотрю нормальные мужики кто-то из девочек писал я тоже их смотрю они из твоей области они от меня в 150 километров владимирская область большая вспомните в том году у них грибов не было были у нас поэтому это не показатель то что мы оба живем во владимирской области у нас и у них должны быть грибы нет я хотела завтра ехать мне сказали там в одном месте есть но это опять же надо знать места я там мест не знаю ничего страшного значит брови у нас бровяков мало было в том году муж в этом году будут осенние не знаю может завтра съезжу все равно не со стране я так устаю что я рано встать не могу вообще на свежем воздухе все на свежем воздухе больше конечно проснусь рано поеду рано нет значит нет так все мне надо поставить теперь столб с электричеством а потом дальше так что этот момент я могу маленечко отдохнуть все равно каждый вечер ездить на участок огурцы поливать тоже дорогу стали делать это хорошо вот щебенка засыпьте то хорошо а то может асфальт когда положит юшечка сам вкусная хлеб мало вообще мне надо переработать мох у меня очень много мха поэтому завтра я никуда не поеду завтра я встану погуляю с мартюшей съезжу в магазин заберу свое мясо а шашлык взяла шашлык и две косточки таких мясных на суп свининку натульке позвонила у которой своя скотина ну куда мне пол туши девочки ну куда надеюсь она не обиделась не пол туши одна четвертая часть поросенка у нее добротные поросят такие мне много этого кролика у нее заказала мартюша надо завтра позвонить спросить что там 450 рублей килограмм брошу его в кастрюлю большую заказала парочку троечку она горит один или два будет ток ну сколько будет ему на чуть-чуть полакомиться выборю его долго опять уберу на пару порций хватит ролик она полезная так ладно девочки пошла мыться и отдыхать на улице ночь я приехал дырю еще на кран то ушла в пять приехала в десять мама работает трактор охраняла ну зато сделали чего хотела девочки мне надо вот так на солнце полежать у меня вот это место белое или постоять на фазенде вот так чтоб загорела а то смотрите как грязная вся коричневая и вот здесь смотрите какой пигмент на лице на как будто у меня вот здесь маска была мне сегодня девочки так сказали в сдеке на гроте маска и так загар ложится на моё лицо ее мое